как играть аккорды и мелодию сразу каверяем нирвана недворовая гитара как вы знаете я полиция смс лектин спирита самое главное в русскоязычном ютюбе и соответственно как же я мог пропустить это вот так что сейчас будем смотреть и бомбить может быть жопой даже ну собственно спасибо всем кто пишет комментарии ставит лайки подписывается на канал спасибо что заходите на стримы самое большое спасибо донатерам видимо не совсем про это но кого вообще бывает находим мы в интернете какого-нибудь гитариста или гитаристку которые на одной гитаре играют приложение какой-то песни типа фингерстайл кавер или как это угодно может называться когда один человек играет и аккорды и мелодию еще не дай бог там перкуссию какие-нибудь украшения я так делаю иногда но я делаю очень упрощенной версии все это очень здорово там мы клянчем табы или кому хватает усидчивости там у слуха снимаем на слух все это очень здорово но классная вещь была бы научиться делать такие каверы самому но не всем хватает теоретических знаний и какой-то может быть аналитической расчленятельности сознания чтобы имея дело с уже готовым замороченным кавером разложить его по полочкам и понять как он был устроен и вот я подумал может быть сделать такое видео а то и серию видео где мы вместе будем создавать такой фингерстайл кавер не сложный с самого базиса до надстроек и может быть вам это поможет делать такие каверы впоследствии самому или хотя бы просто какие-то проигрыши в песне где вы можете сыграть басовую линию и мелодию одномоментно возьмем песню нирваны и харпшей бокс вы я думаю знаете там вот такой вот ну да, ну получается первым делом он сыграл в стандарте так как она играется ну вы поняли короче да выбор тональности переложил тональность ля бемоль минор это очень плохая тональность для гитарного кавера да согласен потому что вот я про это говорил ребят я же говорил как раз вот про то же самое типа что вот есть тональности удобные есть неудобные и я из-за этого я привык всегда играть в удобных тональностях и из-за этого то есть если я слышу даже вот вот эту вот допустим песню мне может показаться что это не ля бемоль а ля потому что я представляю как я бы это играл а не то как это там на самом деле какие-то ноты вот из-за этого может быть у меня на полтона слух затупляется потому что там фа мажор хотя фа мажор еще норм фа минор капец какая неудобная тональность ну там где открытых короче нет или где нельзя их сделать достаточно вот это вот прям супер дерьмовые тональности ля бемоль си бемоль вот эти вот прям вообще самая жесть ми бемоль тоже нам нужны тональности где будет как можно больше открытых басов то есть моментов когда основной тон аккорда или не басов хотя бы открытых этих струн как они называются хотя да если нам нужно мелодия из-за нужно мелодию подчеркивать туда мы можем повесить на открытой струне Играть какие-то штуки мелодические, украшательные И при этом бас висит, то есть у нас аккорд обозначен Если мы возьмем, допустим, ля минор, а песня всего на трех аккордах, то получается так Замечательно, из трех аккордов два у нас с открытыми басами Первый Может бас висеть, а мы можем играть всякие штуки И третий Но почему я бы не брал эту тональность? Потому что больше всего в песне тянется третий аккорд, вот этот И в принципе в его вот этой вот дорисской штуке В этом основная фишка гармонической песни, и дольше всего он тянется А бас ре, он достаточно высокий, то есть нет в нем такого мяса И он будет нас сковывать, привязывать нас только к трем стрункам здесь Ну, я бы, кстати, в дропе просто попробовал попробовать одновременно Слушайте, сейчас прям, подождите, на паузу поставлю, гитару притащу и прям попробую сделать Вот, допустим, как-то так И, кстати, можно вот тут Ну, еще играть надо уметь, конечно Ну, примерно так я бы сделал Вот, допустим, в этом году Ну, хотя, да, он же там, как он, получается, сделал. Ну, да. Короче, да, можно изваливаться как угодно, ладно, посмотрим. Печально. Поэтому я бы забил на первый аккорд и взял тонализ Си минор, чтобы этот самый жирный аккорд у нас был самым жирным возможным при обычном строе на гитаре. То есть это будет не мажор. Получается, это Си минор. И вот у нас висит ми, и мы можем тут всё, что хочешь делать, всякое разное. Итак, с тональностью определились. Си минор. Дальше вопрос того, что нужна мелодия. Если вы не можете на слух подобрать мелодию песни, хотя бы медленно, то... Но пока что задача делать собственные гитарные каверы как бы для вас пока рановато. Ну, либо будет сложно, короче, если вы на слух совсем не ориентируетесь. Берём мелодию этой песни от ноты Си. Возьмём, если в одном, как его гитаристы зовут, боксе. В общем-то, в куплете только эта мелодия, больше ничего нет. В припеве раз. В общем-то, песня устроена на двух мотивах. В припеве есть Которая же и используется в гитаре. Вот вам шикарная песня. Кобейн просто, я считаю, гениальный мужик. Да, вот так можно, кстати. Кобейн просто, я считаю, гениальный мужик. Я, короче, люблю, знаете, как делать, на самом деле? Не играть именно фингерстайлом, а в ходе аккордов подчеркивать... Сейчас, давайте, дверь закрою, попробую... Бля... Сука! Миссия влезть в Изорум с гитарой и с большим креслом. Давай, давай, давай. Опа! Я справлюсь, я знаю. Блядь. Сука! Так, спокойствие, народ, спокойствие... Это что за провод вообще такой? Это что это? Твою дочь! Сейчас, ребят, ждем тогда снова. Я забыл ноутбучный провод перетянуть. Да, короче, вот что я хотел сказать. Я бы делал проще, то есть я так, кстати, нередко делаю, то есть когда вживую под одну гитару играю, я аккорды играю обычные. То есть просто вы как бы играю, ну, шарите, да? Но какими-то из пальцев своих, грубо говоря, ну, верхними струнами я подчеркиваю мелодию. То есть, например, здесь я бы это сделал так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, получается, по возможности подчеркиваю. Вот, либо можно, допустим, бэки самому себе так дорисовывать, как бы такие, ну, все равно какую-то дополнительную линию голосом. Вот как-то так можно, собственно, делать. Вот, это вот такой вот лайфхак от Моисея Великанова вам, пожалуйста. Сделал два прикольненьких мотива, пару фишечек, три аккорда и добавил туда свои волосы и все стало хорошо. Итак, мы имеем три аккорда. Вот, и, собственно, это, что я умный хотел сказать. Ну, короче, я вот так вот могу именно аккомпанировать под пение. То есть оно и само по себе уже, сама по себе гитара как бы заполняюще звучит полностью. И это легче гораздо, чем фингерстайл сделать. Просто аккорды, как бы, перебирая при этом, там, дополнительные ноты какие-то добавляешь. Ну, и вот, собственно, вот так можно интереснее звучать, если ты даже один вообще. Ну, или если одна гитара в группе, допустим. Аккорда. Вм, В, 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 В я так и делаю. И имеем мелодию. Теперь просто, если мы хотя бы будем держать басы аккордов и играть мелодию, мы уже получаем самый-самый базовый фингерстайл, сольный кавер. Ну да. Вот уже это на что-то похоже. Здесь возникают некоторые проблемы с аппликатурами. А у меня висит на ней ревербератор какой-то точно висит. Так мне лень париться. И при этом играть мелодию именно в той аппликатуре, которую мы изначально взяли. Одна из главных вещей в создании таких сольных гитарных приложений, это именно поиск аппликатуры. И одна из важных вещей, это использование открытых струн. То есть вместо того, чтобы играть так, мы можем в двух местах использовать открытую струну. Первая на ноте С. Опять открытая Ми. И вместо вот этого сравним, сколько пальцев джоулей уходит даже чисто наглядно. Либо так. Дальше совмещаем это с басами и тоже пытаемся находить способы, чтобы как можно меньше было лишних движений. Например, если я возьму бас так и мелодию начну играть так, то здесь, вот в момент, когда у меня должен взяться бас соль и на это ре, у меня возникает необходимость сделать очень резкий рывок. Это удобно. Либо перехватить. Короче, все не клево. А если я просто возьму и начну, допустим, с вот этих пальцев двух, указательный освобожу, и у меня будет... Ну, я вот как сделал бы. То есть указательный здесь. Получается безымянный сюда. Мизинец сюда. Хотя, да, это может быть не самое грамотное. Да, я не включил уже сейчас, нифига. Поэтому... Субтитры сделал DimaTorzok Так. Все, это гораздо проще. Как магнит. Тоже использую открытые струны. Я забыл, кстати говоря, да, этот... А так? Свой текст. Одна из вещей, которая отличает стрёмную аппликатуру... Да, ребята, обязательно посмотрите на канале у меня на основном. Можете в поиске вбить. Моисей Великанов, если бы Нирвана были говнорями из России. Что-то такое. Ну, типа, если бы Нирвана. Прям вбейте, оно вам выдаст. И там получилась группа Нирваны. Типа... Мы там текст переделали, убогую манеру вокала вахнули. И... Переписал я партии так, чтобы они тупее звучали. Ну, соответственно. Как бы вот. Трёмное гитарное приложение. Это когда от аккорда к аккорду рвётся. Нет никакого вот этого, то, что в Guitar Pro называется, Lettering. Поэтому нам нужно пытаться находить какие-то струны, ноты, которые будут довисать и переползать из одного аккорда в другой, давая этому какую-то более такую оркестровую краску. Так, поискали аппликатуры для басовых нот и для мелодий. И уже имеем что-то такое. Понятно. Да, про слух я обещал рассказать, что... У меня... Ну, мне, короче, нравилось, что это... Играть какие-то любимые песенки свои, там, лет в пять. И мне их папа помогал подобрать всё время. Вот. А потом, ну, в какой-то момент я ему прошу, типа, подбери мне вот эту там какую-то херню. Чёрный бумер мне подбери, короче. А он говорит, да что, сам подбери. Что там подбирать-то? Вот. Или не так он сказал, а типа, а там же рэп, там нет музыки. Я такой, блин, как это есть же вроде. И я сам слушаю. Ну, я просто не был уверен, что я правильно подберу. Я как бы, ну, мне пять лет, я думаю, вот папа точно знает. А я-то это сейчас что-нибудь напутаю. Ну, а в итоге я слушаю. И такой на пианино. И всё. И я такой вот, ну, где-то вот с того момента... Ну, я не знаю, как он именно появился, как он развился и так далее. Но вот в тот момент, ну, получается, я уже им пользовался. Не абсолютным, не знаю, но точно каким-то пользовался, да. В припеве отсюда мы не дотягиваемся. Соответственно, мы должны найти бас здесь. Опять. Ну, я длина пальца. Я бы вот так сделал. Сейчас. Опять забыл включить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я могу это сделать? Ну, я могу как-то задеть пальцем ее, вот этим Сделав вот этот вобл Могу как-то большим ее подцепить Могу сыграть бас Си не вот так, как я играю, а Туда, как апоянда, и тогда он автоматически идеальным образом заглушит ми ровно в тот момент, когда зазвучит Си, то есть вот мешаем ми Все, ми повисло и... Как я делаю, кстати Я сюда просто иду А, у меня средний палец очень толстый, я просто... Я им касаюсь автоматически шестой Субтитры сделал DimaTorzok Как у нас получится Итак, сделали мы простейшую басовую линию, простейшую мелодию и уже имеем некий фундамент Теперь давайте его будем усовершенствовать и украшать Во-первых, просто басовая линия это не так клево, как аккорды Возьмем аккорды И попытаемся их соединить с мелодией Опять же, выбирая разные аппликатуры Получится, допустим Вот, смотрите, какой неловкий момент Я доигрываю мелодию И эта нота Си заползает на следующий аккорд А я нахожусь вот в таком неловком положении Как же я, когда у меня мизинец здесь, зажму Си? Только бас могу зажать Соответственно, мне нужно заранее подготовиться и сделать так Ну да И мне здесь помогает то, что бас с Ми висит И когда я даже все отпустил Музыка продолжает хоть как бы литься, держаться на басу И пока он висит, у меня есть время здесь перекладывать с аппликатурой И взять ноту Ре именно этим пальцем Чтобы потом красивенько положить Си минор И нота, опять же, не прервалась Чтобы не было такого Да, вот это дерьмо В вокале она Она должна длиться Очень сложно вообще в гитарных приложениях сохранить какую-то линию мелодии Я не скажу, что я какой-то большой в этом плане профессионал Но поделюсь тем, что сам нашел Итак, вернемся еще назад Тут есть не очень-то удобное место Вот это Я чувствую большую потерю пальца с жоулей в этом месте И здесь мне поможет смена аппликатуры соль мажора Вообще, конечно, чтобы удачно делать эти приложения Нужно максимально шарить в аппликатурах Иметь знание, как какой аккорд, где угодно зажать Что Си минор может быть таким 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 Не знаю, куча вариантов Можно взять пятерку Си минора Чем больше вы этого всего знаете Тем проще вам будет найти максимально простую аппликатуру В которой у вас нет надрыва пальцев Льется мелодия Это звучит сложно Типа знать, допустим, все миноры, мажоры, хуихи роры На самом деле У меня лично это обстоит гораздо проще Я, грубо говоря, знаю все варианты, как сыграть ноту Си И все, нот их всего 12 Блин, как же ее поставить-то, заразу Чтоб нормально стояла Стойку Никак, наверное Вот, то есть я знаю, что Си может быть Тут, тут Там, тут Допустим, тут Нет, нет, тут Где-то там должна быть, по идее Ну, короче, есть тут 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 И, соответственно, если мне нужно сыграть фа диест То у меня есть тут Тут Именно вот этот вот В этой тональности Не в тональности, в этой октаве Все, у меня есть, там, четыре варианта его Все они примерно я знаю где И, соответственно, у меня есть Си До Диас Ра Ми Фа Диас Ми Ра До Диас Ра И все, то есть у меня есть Все, как удобно, так, короче Ну ладно, да, похеров Есть аккорд и бас И все это красиво как-то звучит и играбельно Итак, второй аккорд Очень много здесь перехватов То есть вот отсюда Абсолютно каждый палец приставляется Смотрите, если так Ну да Гораздо меньше усилий, гораздо плавнее И что важно, в последней доле первого аккорда Два пальца, которые у меня участвуют в следующем аккорде Они не задействованы То есть я их отпускаю И у меня и бас здесь И мелодия здесь Продолжают длиться И я могу спокойно подготовиться без вот этой вот дерготни И что классно, при переходе с соль-можор Ну я как бы делаю еще проще То есть у меня изначально я зажимаю не вот так вот А вот так Открытую рези сделаю И все Тоже неплохо звучит Плюс это еще проще сделать, по сути дела Сейчас, секунду, покажу То есть вот он сделал вот так Примерно так Ну на самом деле Это может быть ему даже удобнее играть так, как вот он сыграл То есть это зависит от длины пальцев, от толщины, от привычек От кучи всякого Вот, соответственно Лучше действительно не чужие фингерстайлы разбирать Самому прошарить и самому их как бы генерировать Я вот делаю вот так То есть вообще здесь один зажал И вот здесь тоже открытая И все потом Тут пауза красиво укладывается Это выёбывался называется Ладно, что дальше? Жора На ми мажор у меня опять есть целая доля на подготовку Потому что висят открытые струны Вот смотрите Готовлюсь, готовлюсь А у меня висит ми, висит соль, висит ре Прекрасно просто Время охуительных историй там приехало И вот здесь вот это место Я сам не определился То есть я его играю так Или А можно сыграть эту ноту до диез И последующую фразу Не здесь, а вот здесь Тогда будет Так проще Гораздо Ладно У меня появляется классный слайд такой Вообще Добавление каких-то разных способов звукоизвлечения Каких-то украшений Форшлагов Там слайдов Вибрато Она как раз делает мелодию Не роботическое А более выразительной Ну напоминающей там Какое-то пение Или что-то такое То есть если сыграть мелодию просто Без каких-либо украшений То это так Ну-ка смотрите А можно с какими-то украшениями Получаются такие Более выразительные Более выразительные Выразительные средства Затем мы вспоминаем Что есть в оригинале Вот этот вот лейтмотивчик Тупо получается Что когда я смотрю на экран Без отражения То я смотрю как бы В обратную сторону Как раз где Третий аккорд висит долго Давайте попробуем его интегрировать Для этого нам желательно Чтобы висел бас И висела мелодия И здесь у нас все идеально Вот мы их вешаем Ну да Бас висит Мелодия висит И у нас есть Или здесь Я предпочитаю здесь Потому что Играть какие-то важные Мелодические моменты На открытых струнах Как раз не прикольно Потому что с открытой струной Ничего нельзя сделать Ее нельзя повибрировать Как-то заслайдить То есть Здесь я могу только так А здесь я могу Или там Прикольно было бы Там кстати по-моему Что-то такое там Сейчас То есть мне слышится вот так А ему вот так А на самом деле Там по-моему вот так Блин да Сейчас 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 Глянь Глянь Ладно Хрен с ним Так Вы здесь Потому что здесь максимальная возможность Повибрировать На этих ладах Но тогда я теряю бас Или можно допустим Ну мне кажется Это слишком вычурно Оптимально здесь так Дальше вопрос Как мне вот уже На следующую долю Оказаться На полноценном Симиноре Сюда будет сложно Как я могу это упростить Могу сделать так Чтобы вот Ты понимаешь Что ты уже Все Поехавший Меня твои истории Да ебали Одна охуительнее Другой Эта нота Уже была зажата Тем пальцем Который будет зажимать На этой же струне Эту ноту И тогда Хотя бы бас У меня плавненько перейдет Допустим Посмотрим Как я могу это сделать Вот Уже проще Либо могу Отсюда Решить сыграть Симинор здесь И здесь у меня уже Тут мне нужно будет Как-то адаптироваться Не очень удобно Можно выхватить момент Когда у меня нота Си в мелодии Каждая открытая струна Это момент Когда можно Выдохнуть И перепрыгнуть Из одного окопа Перебежать в другой Это отличное прикрытие Окей Добираемся мы до припева Там у нас Аккорды Здесь мы видим Что Как раз Кайфовость Вот этого места Что он поет ноту Нифига Не из тональности Так вот И переходит Из нее Из конфликтной В ноту тональности И мы можем взять И сделать Хоть целым аккордом Вот здесь только Будет проблема По-моему Он не так поет Ну хотя да Ну да Может быть там Соль бекар Я даже не уверен Потому что Вот эта нота Что же нам с ней делать Можно просто оставить здесь Будем искать Плюс хочется сохранить То что в оригинале Там И естественно Для вот этих роковых Пум бум Максимально подходят Пауэркорды Квинты Квинты То есть нам нужно сделать И мы сделаем так Потом И опять эти же три ноты Только мизинцем Получается Ну лучше слайд Почему эти три ноты тоже подходят Долго объяснять Короче здесь получается Мейдж аккорд Это не очень нирвановский аккорд Зато Красивый Просто Потому что если мы пытаемся в этом месте Сыграть нормальные ноты Соль мажора То мы вынуждены будем Очень быстро бросить эти басы И скорее всего получится грязь Видите Эти три струны Висят Ягня Останавливаемся на таком варианте Хотя на самом деле Здесь тоже присутствует момент Что я бросаю эти ноты И тоже грязь Мы можем от этого уйти вот так Я бы вообще не дверну это делал А одну просто Блин Блин Так же как мы брали Соль мажор здесь Так же и Си минор здесь Дальше нам нужно взять Достаточно мясисто ми И чтобы это не превратилось Вот в такую грязь Хотя в принципе Для нирваны можно и с грязью Но лучше иметь возможность Этого не делать Но не такой И что без грязи Мы можем взять строго один бас С таким вот извлечением Это гарантия того Что мы не дернем лишнего Но это при очень сильной атаке Которая нам здесь нужна Даст скорее всего настроевич Особенно на ней Алекс Найтмейр недавно дернул лишнего Не на нейлоновых струнах А на железных Если вот так вот Погружать и дергать То там будет очень высеть эта нота Есть вариант такой Вот мы вот в этом положении Оказались И тут нам может помочь теория Что на самом деле Вот так вот дожать И это ми мажор девятка В принципе аккорд Который здесь и подразумевается И получается все у меня себе нормально Все это складно льется То есть мы можем Вот так взять третий аккорд И дальше у нас Но тут такая есть проблема Что до этого мы фигачили целыми аккордами мелодию И здесь вдруг Это немножко тоненько Соответственно нам желательно бы здесь тоже Хотя бы по две А лучше по три А еще лучше по четыре ноты Но чтобы мелодия продолжала читаться Для того чтобы получилось так Чувствуете Все еще угадывается эта мелодия Особенно для слушателей Который эти ноты ждет Хотя я фигачу Типа по большому количеству струн Это достигнуто За счет того Что самая высокая Из нот Которые звучат Это именно нота мелодии Наш слух максимально чувствителен Конечно к самому низкому звуку И самому высокому звуку Из тех которые звучат Ему легче всего их вычленить И отделить от остальных Все которые в середине аккорда Они больше закапываются И становятся уже прерогативой абсолютников Соответственно здесь я Опять же Знание аппликатуры подключаю Ми мажор семерка И вот мне нужна сначала нота в мелодии Это И я делаю так И что важно На струне на второй На которой у меня мелодия Мизинец у меня не отрывен И я могу сделать не просто А сделать скольжение Это опять же придает мне выразительность Что мы имеем И дальше у нас снова фраза Из куплета Здесь не знаю я Как сыграть по большому количеству струн Потому что если мы идем сюда До баса фиг дотянешься Дисплюз Дисплюз До баса фиг дотянешься Да 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 Ну как вариант Не очень это звучит Я бы здесь просто остановился на попытке максимально дергать На блядь Курт КПН, спасибо большое. Ну, немножко осталось, давай досмотрим. Не, ЗИЛ это слишком скучно. Мы это уже обсуждали, когда придумывали всем блогерам кодовые названия, что нужно не ЗИЛ, а что-то мы придумали, типа Унылая Тиш, по-моему, мы придумали его называть. Как есть не скучный саунд. И хотя бы на моментах появления аккорда делать очень конкретные атаки. Тогда нормально, слушаем связки. Проглотил струны посередине, но хотя бы есть... Есть это синкопа, и этот аккорд нас спасает, потому что он большой, жирный. Давайте сыграем, что у нас в итоге получилось. КОНЕЦ 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 Вот такой вот уровень, когда уже не просто бас и мелодия, а есть какие-то аккорды, разные смены аппликатуры, динамика. Это уже нечто, что можно назвать гитарным приложением, фрингерстайл-аранжировкой или как угодно. Давайте пока что на этом на первый раз остановимся. Вникайте. И сейчас я просто вам включу фрагмент этой же аранжировки, в которую я добавил еще всяких разных мулек, которые мы, надеюсь, рассмотрим в грядущих видео, в которых, собственно, до встречи. С вами был преподоподобный Александр Пупс Шрёдингера. Любите музыку. Пока. Прикольно, прикольно, кстати, да. Субтитры подогнал «Симон» Ну да, интересненько. Окей, вот такой вот видос. Что ж, надеюсь, было познавательно, может быть, кто-то это посмотрит. Собственно, видос мы заканчиваем на этом. Стрим, пожалуй, что продолжаем.